Привет, Улечки! Я тут что-то так заотдыхалась, что надо отдохнуть. Выходные пролетели быстро. Потом у меня приезжала подруга. Точнее, в понедельник мы с ней гуляли. Вместе ездили в город Майнс. А во вторник мы уже вместе гуляли здесь в городе Бонн. И муж к нам присоединился. Так что мы втроем погуляли. И сегодня я тут пытаюсь прийти в себя, вернуться в нормальный образ жизни и готовить. Еще два ведра слива нам тут привезли. Так что ведро одно я определила. Хорошо, что оно слива нужна еще не только мне. В общем, мы ее перечистили. С мужем. Мне муж помогал. Ведро одно. А одно ведро я отдала. Смотрите, делала вот такой штукой. Вот. Ой. Вот. Видно, да? В общем, вот так вот нажимаешь. Слива вставляется вот сюда. Нажимаешь. И она очень классно получается. Прям разрезается. И классно получается. Вытаскивается. Ну, конечно же, должна быть только слива, у которой хорошо отделяется косточка. Потому что, которая косточка не отделяется. Там только ножиком. По-другому никак. В общем, сейчас буду еще делать пирожки со сливой. Маленькие пирожки я делать не умею. У меня получаются мини-пироги. Ну, очень вкусные. Там просто порезано сливы кусочками. И сахар. И все. Получились сочные. Даже несмотря на то, что сок много убежало. Сегодня на обед придумала сделать картошку. Пюре начистила и замариновала крылышки. И рецепт вот такой. Если кому интересно, поставьте на паузу. И вот. Можете тоже так сделать. Вот. Я их замариновала. Постоят они у меня примерно часа полтора. И я так иногда перемешиваю. И все. А потом на решетку, в духовку. Вот так вот крылышки я выкладываю. Сначала подноска. Ну, противень, который обычный. На него бумагу для выпечки. И на решетку кладу крылышки. А теперь ставлю на гриль с вентилятором. Духовку на 200 градусов. И до готовности выпекаю. Ну, и вот такая красота получилась. Правда, я их перевернула. Когда одна сторона зажарилась, я перевернула на другую сторону. Такого цвета они из-за меда. Они не горелые. Это они так вот, такой цвет становится. Потому что в соусе есть мед. Клубника сделала, видимо, паузу. В какое-то время не было ничего ягодок. А теперь вот начала расти. И опять и крупненькие они стали. Видимо, какое-то время ей нужно отдохнуть. Из-за того, что у нас такая жара. Вчера полила все. И уже, видимо, вот этот кустик клубники уже все умер. Он тот отошел. В общем, два дня не поливаешь. И уже все погибает. Цветочек тоже сейчас все буду срезать. Убирать. Потому что прям... А, хотела показать помидоры мои. Люди уже урожай собирают. А мои помидоры вот такие вот наконец-то выросли. Но что интересно... Сейчас поищу. Вот. Посмотрите, какие они маленькие. Ну, вот, я не знаю, сантиметров 10-12. И они цветут. Причем многие цветут. Вот тут вот большой вот этот кустик. Вот он тоже цветет. Ну, не знаю, что на них вырастет. А огурцы что-то какие-то непонятные цветут. И не растут. Какие-то так себе фигня. Сегодня уже пятница. А я что-то... У меня сил нет вообще. У нас жара. Теперь почему-то она у меня проявилась болью в спине. Вот во всей спине. Отдает в ноги. И, в общем, сил никаких нет. Вроде бы что-то так много всего происходит. Но такое ощущение, что я как будто на месте топчусь. Сегодня вот устроила постирочный день. У нас очень жарко. Я уже две машинки вот сейчас белье постирала. Это я наверстываю то, что я недостирана была. У меня получается как-то... Я не успеваю все делать. То есть я все откладываю. То, что можно отложить. А потом получается, что накапливается, конечно же. Вот сегодня у меня по стирушке. Ой. Столько всего хотела рассказать и забыла. В общем, пекло у нас. Я очень медленная. Мне даже рассказать... Вот я начинаю что-то заранее придумываю. Думаю, надо вот это рассказать. А потом я забываю. Я забыла, знаете, что рассказать. Кстати, фотографии, то, что я там говорила уже в этом видео, я поставила в Телеграм и в Инстаграм. Вот туда мне как-то быстрее... И в Одноклассники поставила. Вот. Это потому, что, наверное, очень удобно это делать. Под рукой телефон там все галочки нажала и отправила. И все. Видео записать как-то хочется что-то такое интересное. А интересного на данный момент что-то и нет. Хотя нет. Оно было интересное. Но там не поснимаешь. Вот. А воскресенье... Это получается сегодня у нас пятница. Завтра у нас сборы. А в воскресенье мы едем на Северное море опять. В общем, поедем с двумя ночевками. Хотим побыть на море немножко. То есть у нас мы не можем себе позволить большой отдых. Но такой небольшой хотя бы... В общем, нужно. Потому что что-то мне хочется отдыхать. И ощущение, как будто я просто не высыпаюсь. У меня все время хочется спать, полежать и отдохнуть. Короче, вот так. Вот. Наверное, на этом видео закончу. Потому что буду еще стирать и отдыхать. Сил все равно нет. Может быть, с девочками погулять. Сходим вечером в город. И все. Но вот общаться я... Или встречаться с девчонками, да? Вот не знаю, что надо, чтобы со мной произошло. Но когда мне совсем плохо станет, и я уже вообще встать не смогу. Тогда я не пойду. А сейчас вот пока даже силы хоть какие-то есть, я буду ходить, встречаться и общаться. И вот у меня подружка приезжала. Она приезжает не так часто ко мне. И я ей сказала. Говорю, ты знаешь, я плохо себя чувствую. Мы в понедельник с ней погуляли. Муж нас встретил на вокзале. Забрал. Я выхожу на этот... Ну, как с поезда выходим. Иду, и у меня пошла кровь из носа. Мне спрашивали, это от сухости? Нет, это не от сухости. Это просто от переутомления. То есть это непроизвольно. В любой момент может кровотечение начаться. И понимаете, я все равно не откажусь от прогулки с ней. Потому что мне так хорошо. Мне так душевно это все. Мне так это нравится. Вот как можно от этого отказаться? Я не знаю. Я через не могу. Пойду и буду общаться. Потому что это дает мне вот эту вот внутреннюю радость. И какой-то вот смысл жизни, что ли, дает. Поэтому по возможности не отказывайтесь от общения с людьми, с которыми вам нравится общаться. И желаю вам, конечно же, хороших выходных. Я постараюсь поснимать побольше все-таки. Сейчас обещаю, потом опять ничего не сниму. В общем, по возможности буду снимать, показывать. А на сегодня все. Желаю вам хороших выходных и всего самого замечательного. И обязательно сделайте себе что-то приятное.